Ну что, салям, друзья! Меня по-прежнему зовут Саша. И как вы думаете, что же сегодня будет скрываться под названием этого видео? Вы, наверное, поняли то, что здесь будут спортсмены. Но хочу вам сразу огласить то, что это вторая часть моей новой рубрики, которую многие предложили назвать «Удивительные казахи» или «Просто казахи». Да-да, той самой рубрики «Казах поразил или удивил весь мир, не помню». Короче, вот это видео, ссылочка в описании, подсказки найдете, как всегда. Сегодня мы узнаем... Блин, я только что когда прочитал, сам был в шоке. Короче, казахи два раза выиграли Лигу Чемпиона. И я не шучу. История про это будет в этом видео. Я вообще не слышал, чтобы казахи выигрывали Лигу Чемпионов. По крайней мере, в ближайшие года. Вот и узнаем, потому что меня это уже заинтриговало. А вы знали то, что казахи реально это выиграли? Или не выиграли? Может быть, автор нас обманывает? Пишите свои предположения в комментариях, а мы скоро узнаем, правда это или не правда. Также мы узнаем про невероятно талантливого боксера, или боксера из Казахстана, которые сделали огромное количество побед. Тоже занимали много мест, а больше я не знаю, потому что, честно, сам видео еще не смотрел. Вот знаю только то, что здесь будет футболист, боксер и, возможно, что-то еще. Но, кстати, это будет не Геннадий Головкин. Что, наверное, удивительно, потому что это, наверное, один из самых, если не самый популярный боксер в Казахстане. Джи-джи-джи. И многие просили, чтобы я посмотрел его. Это вот раз, два, три, например. Это когда, помните, у меня выходило видео про самых популярных людей Казахстана. Там я не узнал, кто это такой. И вы мне все начали писать, ознакомься, ознакомься. В общем, если вы зацените это видео, напишите то, что вы реально хотите видео про Геннадия. Или в какую-то часть его вставить интересную информацию про него. Потому что с ним я особо не знаком. Только знаю то, что он Геннадий Головкин и боксер. Все. Ладно, друзья, давайте же не будем медлить, потому что Лига Чемпионов не ждет. Погнали! Все готовы? Тогда летс гоу. Если я утвердительно скажу, что Казахстанский футбольный клуб выигрывал два раза Лигу Чемпионов. Вы мне не поверите. Да, не поверим. Да что ты, черт побери, такое несешь. Сейчас узнаем. Действительно, два раза Казахстанский футбольный клуб выигрывал самый престижный турнир Европы, Лигу Чемпионов. И даже межконтинентальный Кубок Планеты. То есть официально признавался не только лучшим Кубок Планеты. Сразу скажу, я в футболе вообще ноль. Я как-то им не сильно интересуюсь, поэтому я не шариваюсь в этих наградах. Поэтому я не знаю. Наверное, это круто. Что такое Лига Чемпионов я знаю, а вот про футбольный клуб Кайрат. Мини-футбол? Лига Чемпионов считается одним из лучших мини-футбольных клубов Планеты. Клуб был создан относительно недавно. Это, видимо, меньше людей, меньше поля, да? Меньше счет, не знаю. Ух ты, красиво, красиво. Многие ребята принимали у них опыт, а молодые бразильцы делали себе имя. После нескольких удачных попыток победить в Европе, в 2017 году мини-футбольный клуб Кайрат с талантливым тренером Какао во главе сенсационно ворвался в полуфинал главного турнира. Ну, даже при этом, при том, что это мини-футбол, это безумно крутая награда. Заслуга высока очень. Барселону? Обалдеть. Понятное дело. Да. И очень неожиданность, наверное, была. И в финале Лиги Чемпионов оставила неудел московская Динамо. Тогда на мини-футбольном небосклоне появилась новая звезда. Как я. В 2014 году команда из Казахстана вырывает победу в финале межконтинентального кубка по мини-футболу, опять же, у московского Динамо. И становится лучшим клубом планеты. В 2015 году Алматинский Кайрат в столице Португалии в финале Лиги Чемпионов еще раз показывает, кто теперь батька в мини-футболе. И получается, они теперь одни из лучших в мини-футболе, да? Обыграли всю Европу. Вообще. Лео. Друзья, а напишите в комментариях, чем отличается мини-футбол от обычного футбола. Потому что, я повторяюсь, я не сильно шарю вообще в футболе. А тут мини-футбол для меня немного вообще как бы неизвестность. Поэтому напишите, мне интересно. Но это безумно. Достижения классные. Кайрат Алматы. В Алматы, значит, была основана, так сказать, эта группа. Команда. И взять какую-нибудь награду классную. Уже покорил всю Европу. А, да, они уже два раза, третий. А теперь мы переходим к боксеру. Уникальной истории. Обалдеть. Четыре раза, то есть четыре года, да? Интересно, Олимпийские игры, это самый престижный спортивный турнир планеты. Эти кольца знают все, я уверен. Присутствуют только на летних Олимпийских играх. Ну вот, да, раз в году. Главные боксеры со всего мира выясняют, кто же действительно лучший в этом мире. В смысле, раз в четыре года? То есть получается... А, двенадцать лет. А, я-то думал, каждый год, типа, проходят Олимпийские игры, они четыре года подряд забирали. А тут еще раз в четыре года, то есть двенадцать реально... Транские боксеры завоевывают золотую медаль по боксу... Двенадцать лет именно у них, это, видимо, раньше прошло. Удивительно, что эти победы завоевывает не один и тот же боксер, а каждую Олимпиаду разный. В 2004 году на родине Олимпийских игр в Греции в финале Бахтияр Артаев... Бахтияр Артаев... Бахтияр Артаев побеждает двухкратного олимпийского чемпиона... Двухкратного? Ух ты! ...боксера планеты на тот момент, Олега Саитова, и начинает победную серию. В 2008 году в столице Китая в этой же категории золото увозит с собой Бахы Царстикбаев. В 2012 году перенимается в стакету талантливый Серик Сапиев и золото снова в Казахстане. Ни разу не слышал? А вот и вы, ребята, напишите, слышали ли вы про боксеров, которые у нас сейчас в видео? Я лично нет. Даниар Илеусинов. Даниар Илеусинов. Ух. Через несколько дней в финале Олимпиады... Несмотря на постоянную угрозу попадания в эту рану, которая могла стать причиной технического поражения... Да... Даниар Илеусинов, играющий... Уа, Даниар даже с таким... ...увечием победил. И снова золото олимпийских игр в этом весе уезжает в Казахстан. Это триумфальное доминирование в полусреднем весе потрясло мировое сообщество бокса. За это комментаторы и любители бокса... Да, правда, представляете, как любители бокса... Нет, вернее, участники Олимпийских игр, насколько они были удивлены. Они такие думают... Ах, казахи нас обыграли. Ну ничего, в следующих Олимпийских играх мы их уделаем. И опять, и опять, и опять. Вообще! Я бы даже не подумал про это. Классно. Ух... Ну в тяжелом, но не в легком или там в среднем было. ...выигрывал один и тот же человек. Это был Феликс Савон. А сразу после него от Кубы в этом же весе выиграл от Леонид Солис. В отличие от Кубы, Казахстан четыре раза одерживал победу, представляя всегда разных спортсменов. Да, это вдвойне классно, потому что мы понимаем то, что в Казахстане больше талантливых боксеров. Например, в Кубе там только один забирал четыре раза награду, а здесь четыре разных боксера, четыре разных человека. Это вдвойне круто. Еще один интересный момент, то, что в 2000 году на Олимпиаде в Австралии весовые категории были распределены немного иначе. Полусредним весом считался вес от 63,5 килограмм до 67. И еще был не отменен первый средний вес от 67 килограмм до 71 килограмм. То есть тот самый казахский вес. И удивительно то, что ровно 20 лет назад, в 2000 году, в в среднем весе, золото завоевал тоже спортсмен из Казахстана. Ух ты, ему зубы выбили. Это стрелок Ермахан Ибраимов. Что боксеры из Казахстана одерживают победу в этом весе с 2000 года. И не четыре раза подряд, а целых пять раз подряд. Ну да, если еще 2000 насчитать, казахи красавчики. Я и не знал то, что у них так много достижений. Особенно в Олимпийских играх и в таких реально мощных наградах. Интересно и то, что за всю историю Олимпийских игр звание самых техничных боксеров и кубок Вэлла Баркера больше боксеров из Казахстана выигрывали только боксеры из США. У них пять кубков, а у Казахстана три. И это с учетом того, что Казахстан участвует в Олимпийских играх только последние 29 лет. Ну, 29 лет, кстати, довольно немало, но все-таки это не с самого начала их существования. А, кстати, как думаете, я вот никогда, опять-таки, не интересовался вопросом, когда были вообще придуманы Олимпийские игры? Вот реально, когда они были придуманы, как вы думаете? Я вообще, честно, Олимпийскими играми не сильно интересовался, вот так вот, если на откровенность говорить. Да и вообще я спортом не сильно интересуюсь. Ну, не в том плане то, что не занимаюсь там и все такое, хотя это тоже 50 на 50. Я не смотрю спорт, вот особо не смотрю, потому что, я не знаю, ну, мне как-то это скучновато, что ли. Но вот интересно, кстати, узнать реально, когда же были созданы Олимпийские игры, то есть, когда провели самое первое. В 2000 году, что ли? Или, мне кажется, раньше? Я уверен, на 100% это раньше, потому что даже если Казахстан начал участвовать 29 лет, участвовал, ну, там сказали в видео, то физически оно уже не может в 2000 появиться, это уже минимум у нас в 91 году, то еще да. Поэтому с радостью послушаю ваше предположение в комментариях. Я вот думаю, в 1901. Хотя, может быть, нет, как-то слишком. Также, что реально удивительно, вот информация, которая была про футбольную команду, это вообще какая-то такая неожиданность лютейшая. Потому что, как бы я, хотя и футболом не знаю, но что такое Лига Чемпионов, я, ну, примерно представление имею. И здесь, чтобы Казахстан два раза занимал первое место, хоть и в мини-футболе. Опять-таки, друзья, если вы шарите во всей этой футбольной теме, пишите мне в комментариях, что такое мини-футбол, чем он отличается от обычного футбола. Потому что в обычный футбол я как-никак играл в школе, ну, и не только в школе. Поэтому напишите, что это значит мини-футбол. Я думаю, что там просто меньше участников, меньше счет, может быть, меньше поле и все тому подобное. Но я это лишь предположение, опять-таки. Также немаловажно то, что казахи разгромили Европу и там, и там, и в боксе, и в мини-футболе. Это вдвойне круто. В общем, видео у нас получилось улетным, познавательным, интересным, классным. Все, как всегда. Все, огромное спасибо за просмотр. Ребята, с вами был я, Саша. И великие спортсмены из Казахстана по мини-футболу, по боксеру, по боксеру, по боксеру. И четыре замечательных боксера, которые у нас выиграли Олимпийские игры. Всем пока-пока.